Объединят, но не сократят. В Чувашию Парецкая районная больница станет структурным подразделением Шумерлинского межтерриториального медицинского центра. Какие плюсы даст присоединение больницы и как это отразится на качестве предоставляемых услуг, узнала наша съемочная группа. Сегодня в Парецком районе проживают почти 13 тысяч человек, и каждый из них периодически нуждается в медицинской помощи. Врачи, медсестры, санитарки, лаборанты продолжат работу в тех же зданиях и с теми же обязанностями, что и раньше. Ни о каком сокращении медперсонала речи не идет. Оптимизация коснется только управленцев. Одна из причин присоединения Парецкой больницы к межтерриториальному центру – кредиторская задолженность на 8 миллионов рублей. Тех денег, которые нам выделяют, нам для хорошего развития нашей больницы не хватает. Нам хотелось бы, чтобы у нас здания были получше, потому что они все у нас требуют капитального ремонта. Оборудование тоже стало уже плохое. Все машины уже изношены. И я думаю, что когда нас присоединят к Шумерлинской больнице, у которой население побольше и мощности побольше, то вот эти проблемы постепенно от нас все уйдут. К врачам паричане ходят как к родным людям. Здесь и таблетками вылечат, и добрым словом, говорят пенсионеры. Галина Ивановна рассказывает, есть некоторые неудобства с перемещением. Предположим, пациентка из отдаленного нашего села должна приехать в Парецкую, пересясть на автобус Шумерлинский, поехать в Шумерлю, оттуда приехать в Парецкую, а обратно в свою деревню она уже не попадет, поскольку автобусное движение в Парецком районе очень ограничено. Один-два раза в неделю, и после обеда практически уехать не на чем. Эту проблему планируют решить с помощью мобильных бригад. Сэкономленные после реорганизации средства главным образом пойдут на ремонт помещений и закупку новой аппаратуры, техники и других необходимых предметов. Наши специалисты, наши доктора, которые работают, они профессионалы, они квалифицированные работники, но у нас старая аппаратура, на которых можно ошибаться. У нас, допустим, кардиограф, он может иногда снять такую кардиограмму, что если врач не владеет, сама читать пленку, то и прочитает то, что написал кардиограф, это будет ужасно. В этом плане аппараты УЗИ у нас очень старые. А вот в Шумерлинском медицинском центре в этом плане есть чем похвастаться. Учреждение полностью оснащено современным медицинским оборудованием и инструментарием. Мы имеем оборудование высокого класса, это и УЗИ аппараты, и компьютерный томограф, и рентгеновское оборудование, которые достаточны для обслуживания населения на том уровне, который оказывает лечение наш министеритериальный центр. Полностью реорганизация должна завершиться к 9 октября. Преобразования призваны совершенствовать логистику пациентов и повысить качество медицинского обслуживания. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика.